Это красивое вещество становится твердым только от минус 40 по Цельсию, а литр жидкого серебра весит больше 10 килограммов. Ртуть. Несмотря на его завораживающий цвет, единственный в мире жидкий металл опасен. По классу опасности ртуть относится к первому классу, то есть самые химически опасные вещества. Пары ртути очень ядовитые, они поражают центральную нервную систему, оказывают токсичное влияние на иммунную систему, пищеварительную, также на легкие почки глаза. В обычном градуснике около 2 граммов опасного яда. И спорный вопрос, большой ли это риск для здоровья и жизни человека. Тем не менее, если термометр все-таки разбился, не доверяйте непроверенной информации из интернета. Спрашивайте подробную инструкцию по телефону 112. Первое, о чем вас предупредят, основательно проветрите помещение и ни в коем случае не собирайте серебристые шарики веником или пылесосом. Веник раздрабливает шарики на более мелкие, их собрать уже будет невозможно, а пылесос нагревается, и то есть пары выделяются намного интенсивнее. Ядовитое вещество лучше собрать подручными средствами – спринцовкой, скотчем или ликопластырем. Делать это без резиновых перчаток не рекомендуется. Все материалы, которые контактировали с ртутью, нужно поместить в емкость с водой, плотно закрыв ее крышкой. H2O нейтрализует пары серебристого вещества. Далее собираем все, чем пользовались для устранения этой проблемы, в какой-нибудь пакет плотный, завязываем это все, и после всего обрабатываем раствором марганцовки. Но если марганцовки вдруг нет, то ничего страшного, можно обработать хлоросодержащим раствором или обычной водой с мылом. В межсезонье особо горячая пора для диспетчерских служб. В период всплеска простудных заболеваний и градусники, как показывает практика, бьются чаще. Дежурные не только подробно объясняют, как обработать квартиру, но и куда деть все предметы, которые контактировали с ртутью. На улицах Югры уже не первый год рядом с обычными мусорными баками расположены и специальные контейнеры. Контейнеры у нас расположены по городу УМК, улица Кооперативная 36, Ленина 90, Центральная площадь возле казначейства, также ДК «Октябрь», вход Аллеи сказок, Самарова площадь возле церкви, Егорская 1. Далее эти контейнеры проверяет ДЭП один раз в неделю. В Европе, к слову, ртутные градусники уже не популярны. В России ртуть по-прежнему предпочитают чаще. Наши люди уверены, что такие градусники точнее. Если и вы не доверяете показаниям электронного устройства перед использованием, поставьте его в подмышечную впадину, выключенным на 30 секунд, для того, чтобы установить баланс между телом и окружающей средой. Еще одна причина недоверия – бюджетная цена. А вот здесь стоит подумать, что важнее – незначительная экономия или ваше здоровье и нервы?